Итак, девятая глава. Начинается уже серьезная. Санта-Барбара. Потому что даже само название главы намекает повод для печали. Ну, тут мороз крепчает, люди прячутся, но продолжают радоваться. И, собственно, именно в этот месяц монастырь празднует свой ежегодный праздник. Такой бал про этот самый предновогодний, я так понимаю. Или постновогодний. Это какой месяц? Двенадцатый у них там или все-таки первый? Хотя неизвестно, когда у них там Новый год. Короче говоря, ждем. В преддверии и в предвкушении Бала. Находимся. Пять тысяч голды далее. Так, сегодня день рождения Лаиса. Дадим ему цветочки. И ему как раз... Так, Флейн хочет поговорить, но мы с ней сейчас говорить не будем. Я уж потом за кадром с ней поговорю. Так, еще и Линхард. Созрел. Потом поговорю. Так, мы планируем великий торжественный балл в этом месяце. Так что у вас не будет никаких, собственно, других поручений. Но нужно все-таки проверить по поводу того, что же творится в заброшенную часовню. Да-да-да. Только что я сказал, что они ничего им не поручат, и тут же поручают, что надо охранять эту самую заброшенную башню, блин, с часовню, вернее. Чтобы в нее не проникли интрудерсы. Ну, в смысле, это посторонние лица. Что-то, гад, я чувствую, что может быть, это все плохо кончится. Но ее редко, блин, чуйка подводит, на самом деле, нашу Рею. Ха, appreciate the thought. Ага, Джеральд будет помогать в этом миссии. Это правда, я буду вместе с батей вершить великие дела. Я буду смотреть на тебя. Я буду смотреть на тебя. Ну, начнем мы, понятное дело, с эксплоринга. Нам нужно закупиться, починиться, выполнить дополнительные квесты, которые там нарисуются. Кстати, их немного. Я смотрю, только один DLC-шный и один дополнительный. Да, Томас, нет, Солон и этот Огненный Император. Ну, а ну тут вся в раздумьях. Мы оказались прям в гуще событий. Все так вертится быстро, да еще и это имя. Сотис. Типа того, что у этой богини мое имя или у меня ее имя и кто вообще кто. Я богиня или она у меня имя украла. Непонятно. Разберемся. Так, тут нас опять ждут на дуэль. Теперь-то я могу дуэль эту пройти, но я не стал ее проходить на записи. То есть, теперь уже класс-то будет сорт-мастер. Она там будет бить уже по девятке, а не по двойке. Так что вполне можно затащить. Но я не стал на записи это делать. Зачем уже было. Там все, к тому же, Мануэла, самый последний соперник. И одни бабы. Вот она, блин, игра о сильных независимых женщинах. Ладно, пойдем выполнять другие квесты. Вот, например, есть у нас квест. Так, нужно припасы некие найти. Я нашел их только в следующей главе. И выполнил квест только в следующей главе, потому что я думал, что это должна быть битва какая-нибудь. И не посмотрел. Внимательно на карту, что эти самые припасы валяются в монастыре, ну, в смысле, в храме. Их надо просто было пойти и собрать. Оно уже, кстати, подсвечено именно в монастыре этого на желтенькое пятно. Но я не обратил на это внимание. Ладно, так, Гилберт, что хочешь. против нас. поэтому мы будем проверять всех. Так, а вот это, по-моему, битва. Хотя нет. Что-то надо собрать. проверять. А, ну да, он говорит, что надо проверять всех студентов, поэтому надо запереться кому-то в комнату и взять компромат. Во. Взяли компромат. отдадим. Отдадим сейчас. стальные стальные чурки для починки оружия. Пригодится. Это, по сути, железная руда, я так понимаю. Вот, вот, чего вот я не увидел, что там подсвечено желтеньким. не заметил. Видать, был упоротый. Так, какой-то квест от Рэй. Ну-ка, давай. Так, короче говоря, перед балом у нас всегда бывает некое состязание в танцах. Поэтому нужно тебе выбрать из твоих студентов одного, кто будет представлять дом на этом самом состязании. Поэтому это идея поговорит со своими студентами, выбери, кто лучше всего танцует и пошли его представлять. Дом на этом состязании. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Так, давай сразу Прокачай мне Веру На то у меня Вера слабая Отлично Так, ну, кого я выберу Я знаю, кого я выберу Лучше всех танцует Вообще, наверное, во всех трех домах Как ни странно, Ингрид Нет, неплохо танцует еще и Что удивительно Ленивая Это самая, как его зовут Хильда, да Лентяйка С розовыми волосами Но Ингрид лучше Ну вот она тут рассказывает, что Блин, меня хотели намазать косметикой Говорят, так я буду красивее Выглядеть на балу Но мне это все вот так вот не нравится Надеюсь, говорит, не я буду представлять дом На состязании танцоров Пожалуйста, говорит, скажи, что это не я Но мы говорим, что это ты Ну и она говорит, ладно Раз уж вы настаиваете Так, а теперь надо ее немножко потренировать Я согласна представлять Ну я хочу представлять вас на этом самом балу Но надо ее меня потренировать В общем, тренировка состоит в том, что мы просто смотрим, как она танцует И в этот момент можно покурить пойти или чаю попить И примерно через пять минут Ничего не изменилось Мы заканчиваем практику И выясняем, что У нее Улучшилась Харизма на пять пунктов Ну и все Собственно, все квесты мы выполнили Время воевать Но на самом деле Воевать еще не время Сейчас мы как раз таки будем танцевать В общем, тут Алоиз представляет членов жюри Что здесь будет судить Мануэла, Шамир и он сам Кстати, для того, чтобы победить в этом самом состязании Нужно, чтобы у твоего танцора Было не менее 13 очков Харизмы А у Ингрид этих самых очков H24 Так что она должна победить Он тут представляет себя Теперь он представляет, что Мануэла у нас Касагранда Оперная певица Все дела Последняя Но не по значению Шамир Невранд Вот уж не знал, что у нее фамилия Невранд Ну и, короче, мы будем судить строго И всеобъемлюще Очень странно, что Эту самую Альянс представляет Ли Сити Потому что у Клода все-таки был выбор Можно было поставить Лоуренса Можно было поставить Хильду А у Димитрия действительно вариантов не было Всех красивых девчонок, умеющих танцевать, мы забрали себе Отлично Вы трое просто фантастичны Но давайте узнаем решение судей Ой, как сложно-то все И она отдает своему дому, конечно же, очко Коррупция Так Шамир голосует за Черных Орлов, понятное дело За нашу зеленоглазую блондинку Ой, как интересно У нас раздельное решение судей Ну, значит, говорит Решающий голос будет Моим И я, собственно, отдаю свой голос за Наший Ингрид отдал голос Здесь, кстати, единогласного решения судей никогда не было Вот я уже, получается, за третий дом прохожу Это соревнование И никогда судей единогласно какого-либо из учеников не выделяли Ну, что ж, мы что-то там это самое Получили Новую обилку Ну, что ж Наступил, наконец-то, день Бала Точнее Канун Дня Бала В воздухе носится страшный Дух Праздника Ну, и студенты тут обсуждают Кто с кем будет танцевать Да как будет Это все весело Хорошо И все такое И все почему-то хотят танцевать Садельгард Ты не плохой танцер, Ферди Но у тебя есть какие-то движения, которые трудно смотреть Даракая тут говорит Танцевать ты не умеешь Нефиг тут еще План это строить Линхард даже хочет потанцевать А вот Драд... Ой, в смысле это Бернадетта не хочет танцевать Это, говорит, очень страшно Почему ты так говоришь? Как я чувствую, как пешка на скелетке На скелетке? Ха-ха-ха Не ваше Говоря о балахе Мы сможем выбрать, кто мы танцевали? Я думаю, кто я должен спросить Да Каспер тут говорит Кого же мне выбрать? С кем потанцевать-то? Мг Мг Я буду бороться С тем, что я имею в виду Ха-ха Бороться? Нет, это не реально Петер собирается драться Короче говоря Непереводимый Непереводимый игра слов Короче говоря И тут Эдельгард предлагает А давайте, говорит, поклянемся друг другу Что бы ни случилось Как бы нас жизнь не разбросала Через пять лет встретимся здесь Потому что через пять лет будет Грандиозный бал В честь тысячелетия монастыря Ты увидишь, как много растений я сделала Ты будешь рады, профессор Эта идея хорошая Так что это действительно Хорошая идея Или кто мы станем Но все Я уверена, что все нас соберутся И праздновать свою реальность Это считается, что профессор И еще здесь в пять лет И не удовлетворяется И не удовлетворяется Я как-то не уверен, что профессор Будет здесь через пять лет Ну, он же может прийти просто В гости Но мы соглашаемся Of course Не забудь, мой учитель Мы будем тебя ждать Типа того, что С нетерпением И даже если Этого самого Тысячелетнего фестиваля не будет Я как-то все равно приду Ну ладно Давайте Побалуемся Что называется О, мультик показывают Наконец-то Спустя столько времени Нам показывают мультик Все танцуют Все радуются Угу 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 Представляю, что сейчас С Хивертом творится Он наверняка уже Сочиняет какое-нибудь Проклятие Этому Несчастному Ну и тут Клод Нашу профессоршу Приглашает танцевать Кстати говоря Этот мультик не изменен Но если играть за женского персонажа То Клод всегда будет приглашать на танец Не важно за какой дом ты играешь Угу Убежишь уже? Аааа Тебе как Собственно Довольно таки сложно Там находиться Наверно тебе очень сложно Быть самым Желанным учителем На этом балу Бедный бедный профессор Ну Ааа Так ты значит все таки Тебе все таки нравится Что ты Самый желанный учитель На балу Ну так а че ты тогда бежишь Не стоит ли остаться И еще потанцевать Ааа Я поняла Аааа Тебя же ждет Башня богиня Кстати говоря Я это пропустил А на самом деле Есть легенда Что в канун вот этого балла Если Подойти к Башне богини То можно То можно встретить Свою любовь И вместе с этой любовью Что называется Загадать какое-то желание Которое обязательно Сбудется И там даже есть Такая То есть можно поговорить С Привратником Он Расскажет эту легенду И можно будет Выбрать студента Которого Ты хочешь Видеть Когда придешь К этой башне Ну я выбрала Дельгард И собственно Она вот как раз Спрашивает Что ты тут делаешь Профессор А мы говорим Ждем тебя Меня Ну вот ягод и пришла А ягод пришла К этой башне Потому что это Знаковое место Для моих родителей Ведь когда-то Мой отец Тоже учился В офицерской академии Здесь И когда-то Он точно так же Пришел к этой Башне богини В канун бала И встретил мою мать Они Прям Любили друг друг Доудурю Ааа Первая любовь Ну типа того Ну конечно Как императору Моему отцу пришлось Жениться на другой Могут Она была Любовницей его Моя Мать Да Все такое Как у них все сложно То есть Получается Получается Наша Дель Гот Вообще Бастард Поскольку Родилась Не от императрицы Ну а Твоя Первая настоящая любовь Ну Ну Хорошо Я тебе расскажу Я не могу тебе назвать его имя Но он Из Королевства И Гот Это был очень-очень давно На самом деле я могу назвать его имя Это Димитрий У них была любовь У них была любовь Действительно в детстве А Твоя первая любовь �� Ну Горит Не спрашиваешь Не Никому напишу Ну Э người Наверняка есть причина не говорить я прошу прощения за свою настойчивость почему вот у них все время это самое как-то перспектива кривиться я сейчас вот смотрю на стену и она почему-то под углом но хорошо бы пошли обратно на бал ягод хочу с тобой потанцевать у них там это можно да чтобы девочка с девочкой танцевали продвинутый мир не у дракман бы одобрил ну похоже все хорошо провели время что больше не хочешь танцевать нет я устал да ладно-ка ягод собственно живу в твоем теле я чувствую как его переполняет энергия ну хорошо как делайся что хочешь я не буду настаивать о смотрите ни одной тебе баллы не нравится смотри кто да кто идет наверно как надо за ней проследить посмотрим чем она занимается мне действительно нужно это сделать да ладно тебе нет давай это будет интересно а я слышу как и не какой-то вносящийся вон оттуда тут у нас рэп петь сначала красивый голос красивый ну второго куплета не будет это песня ягод когда-то ее уже слышала вообще-то мне кажется я когда-то ее пела и когда-то по-моему даже сочинила да и так может быть вообще и как она вообще может петь песню которую сочинила я нет это что-то что-то год это все слишком сложно но давайте давайте давай год пошли спать короче намерки 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 она а вот теперь мы пойдем воевать точняк так но перед тем как мы пойдем воевать надо бы прокачать классы купим собственно несколько печатей для сдачи экзаменов они аж по 2000 стоит ему и пипец какой надо кстати мастерских печать еще купить эту потом их можно будет достать так у меня их одна штучка надо купить штучка пять примерно а можно и шесть так чинился по крайней мере смотрим не надо ли кому-нибудь что-нибудь починить мяч от бульонов много у всех тут бульоны бульоны ай-яй-яй а починиться то я и не могу у меня нету камней для починки ладно как-нибудь так наш хиберт может стать наконец-то варлоком будет всех нагибать а а а а а линхарта понятное дело делаем бишопом сильные хиллеры нам понадобятся вот а а а жил Каспер мы сделаем воином обязательно. Он с топором хорошо обращается. А грапплер у нас есть. Причем у нас не просто грапплер, а king of грапплеров. Грапплин, вернее. Он же Балтус. Он так себя называл. Так, Доротея у нас уже свортмастер, Петер у нас уже ассасин, Феликс у нас уже свортмастер, Сильвейн Паладин, Мерседес вот. Да, Мерседес, давай-ка тоже становись бишопом. Нормально. Защиту ей как подняли сразу. Так, Леоне снайпер. И кай будет. Я и так и прокачивал потихоньку лошадку. Так что потом вполне возможно сделаем из нее конную лучницу. И Флейн у нас тоже может стать бишопом. Пригодится. Бишопов много не бывает. Но у нее еще недостаточно крепковера. Так что пока пусть покачается. Так, Балтус. Балтус у нас тоже не может стать грапплером, потому что у него недостаточно окопашный бой разбит. Он у нее на Б+. Так что, к сожалению, пока больше никого не качаем. Ладно, погнали. Так, 17-й ему левел нужен. Нормально. У нас у людей по 21-му, по 22-му левелу. Так что перекач идет. Ну, тут не я виноват с перекачем. А то, что, блин, мне надо деньги все время зарабатывать. Поэтому я прохожу вот эти вот дополнительные миссии. Причем прохожу сложные дополнительные миссии, где больше денег платят. И там, конечно, опыта капает очень много. Так, тут Лоис срочными новостями прибежал. В общем и целом, в той самой заброшенной часовне творится что-то непонятное. Туда, говорит, вошли несколько студентов, а потом, говорит, откуда ни возьму, взялись там монстры. И Джеллет, ему, конечно, же не верит, говорит, у нас там охрана стоит. Как монстры вообще могли проникнуть внутрь монастыряда в эту заброшенную часовню, блин? Откуда они там? Не знаю, говорит, может, подкоп сделали, фигу знает. Материлизовались. Как бы ты ни был, нам, говорит, надо решать вопрос и очень быстро, потому что студенты могут пострадать. Один после другого. Ну, что, говорит, а они, говорит, в безопасности, вообще? Нет. Студенты. Нет, никакой эти демонические беды отзываются. Ладно, говорит, рассуждать будем потом. Нам нужно действовать. Я хотел поговорить с вами интересного, но нет времени. Мы никогда не сможем спасти. Блин, я как раз хотел обсудить с тобой нечто очень важное. Но, как всегда, у нас нет времени. Никогда не хватает времени. Ну, ладно. Пойдем воевать. Миссия простая. Миссия очень простая. Здесь есть несколько студентов и несколько монстров. Очень много монстров. Драться будем исключительно с монстрами. Есть один запертый сундук. Да, он пока один. здесь есть баллиста или катапульта. Называйте как хотите. Это всегда по-разному называется. И на голос не определишь, что это. короче, фиговина, которая позволяет стрелять на большое расстояние. Так, кто у нас пойдет? Доротей у нас не пойдет, Линхард не пойдет. Вот Мерседес пойдет. Хьюберт тоже не нужен. Он против монстров не очень-то эффективен. Лучники против монстров тоже, по сути, неэффективны. Но мы все-таки возьмем с собой Леони. Она все-таки снайпер. И Балтус против монстров очень хорош. Леони даем Бернадетту в помощь. Так, Лилит. Афлайм нельзя. Анна у нас тут где-то затесалась. Анну я вообще уже не выпускаю на бои. В принципе, не нужно и так много хороших бойцов у нас. Ее качать надо. по-моему 11 левел у меня до сих пор. 11 левел это уже конечно никак не катит. Ее надо в дополнительных миссиях качать. Но это сложно. берем ключ от сундука и даем его Ингрид. что мы можем купить? Пока не забыл надо накупить ключей. Конечно не столько. Штучка 5 пригодится. Тут бы конечно лучше всего покупать мастер ки. Мастер ки чем интересен это то что он может открывать и двери и сундуки. Но точно так же только один раз. его можно выменить в бездне. Там 600 очков что ли стоит славы. Но дорого дорого да? так погнали. Действительно демонические звери. Они наводили всю часовню. Ладно, давайте ударим по этим зверям, по этим монстрам. Нам нужно во что бы ни стало спасти студентов. Ладно. Будем спасать студентов. Но сначала сходим за сундуком. Кстати, эту карту только с другой стороны. Мы уже видели в DLC, по-моему, в пятой главе. Правда, мы там шли, получается, с севера на юг, а сейчас мы идем с юга на север. Петра попала с Гамбитом. Тут трое разберутся. У нас тут Либид пойдет по центру. Давай, Сильвейн, бахни. Бахнул. На этот момент я еще забыл, блин, Балтусу дать какой-нибудь из батальонов. Поэтому он Гамбит использовать не может, к сожалению. А, ну ничего, я скоро это досадное упущение справа. Сейчас он будет, понятное дело, атаковать Сильвейна. Это, кстати, тоже один из тактических маневров. Хочешь, чтобы монстр не наломал дров на своем ходу, ударь по нему Гамбитом. И тогда монстр автоматически будет атаковать того, кто его этим Гамбитом зацепил. Забудет о всех своих целях. О, хотя этот монстр какой-то этот камень на макушке. И тут выглянула из норки Моника. Улыбнулась и промолчала. Так, и еще Гамбитом сжахнем. У него хороший Гамбит, у него лучники. Сразу минус две клетки. Так, давай, Юрик. Ну вот, ты должен разбить, по идее, оставшийся квадратик брони. Сектор, что называется. Да, все хорошо. Дали нам сталь для починки героических реликвий. У меня, кстати, это и стали довольно-таки много. Надо уже, наверное, начинать потихоньку пользоваться героическими реликвиями. Но пока нет смысла в этом особого. Каких-то сложных игровых ситуаций не наблюдается. А поскольку я играю на высоком уровне сложности, я знаю, что потом произойдет, блин. Есть такая особенность у игры, что некоторых боссов можно завалить только героическими реликвиями. Потому что у них стопроцентная защита от всех других атак, в том числе и магических. Если играть на нормале, то таких боссов не встречается в игре, а вот на харде уже встречаются. Поэтому эти самые героические реликвии очень потом пригодятся. Но еще не скоро, слава богу. Так, сейчас он будет долбить, кстати говоря, по площади. Гамбит мы не можем применить, но ни у кого нету свободного гамбиту. Печально. Адельгард не дотянется. Да, Адельгард не дотянется. А Ингрид у нас где-то в стране летает. Она точно не сможет. Я тут проверяю, можно белодонной бахнуть. Ой, не белодонной, а как. Не успел прочитать что-то. Что-то такое страшное написано. Можно было бы его, конечно, уже замочить, этого монстра. Но я хотел с него тоже снять какую-нибудь приколюху за разбивание брони. Он на следующем ходу просто-напросто всю свою броню восстановит. Так, Ингрид, забирай, что лежит в сундуке. Так. Это, получается, посох лекаря. Не особо нужная вещь. Но, в принципе, этому пригодится. Клинхарту. Вот он долбит по площади говнюк. Сейчас, наверное, попадет по кому-нибудь. Да, по Балтусу попал. И восстановил всю броню. И это печально. Ладно, добиваем хотя бы этого друга. Пойду. Отлично, Петра отработала. 25 левел получил. Внезапно. Опа. Демонические звери на самом деле студенты. Как это может быть вообще? Спасибо. Но мои друзья, которые не смогли уйти, они в порядке? Ну, тут он нас благодарит. А мои друзья по-прежнему в опасности. Спасите их немедленно. Обязательно, думаю. Петру починем. Петра очень много потерял хп. Опа. Ну что? Надо как-то с этими монстряками разбираться, блин. Их вон трое. И все на нас. Офигеть, она два раза притонула. Ну все, теперь уже не двое монстряков, а то, то есть не трое, а двое. Ладно. Балтус. Феликс. Так, так, так. Смотрим, кто, откуда может атаковать. Что-то Балтусу сейчас будет не очень хорошо, на самом деле, походу. Он в не очень хорошей форме находится, в состоянии здоровья. Проблематично. Так. Отлично. Гамбит. И мы его сдвинули. И теперь никто не может пройти. А замечательно, е-мое. Ладно, будем просто-напросто его потихоньку щипать. А куда деваться? Так, Адельгард, ну-ка иди, брешь. Адельгард могет. Ну-ка, Адельгард. 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 Это сволочь бьет по студентке, причем хорошо попадает. Этот, понятное дело, будет сейчас бить Феликса, потому что он его зацепил гамбитом. Ай-яй-яй, Джеральду прилетело. Ну, по крайней мере, у неё личилки есть, причем очень мощные. Добиваем эту скотину. Добавляем, Джеральду. Добавляем, Джеральду. что-то получилось у нас ли он не добегая до катапульта или баллисты типа до этой фигуре на мы продолжаем мы продолжаем атакуем и выигрываем нормально сильвой не выдержал такой удар и всего три очка урона нету у ингрид батальона гамбит она сделать тем более как оказался и потом хотел сделать батальон как оказалось ей вообще не ни капельки даже не прокачал авторитет она даже батальоны на авторитет и не может использовать натер может ли ли они добить монстряку может готова это набор страшно я пойду способ вам отплатить обещают ловим на слове слышь ты уже третий раз обещаешь так и никогда не увидел от тебя никакой благодарности отлично клетанула молодец издается наша крылатая блондинка без боя без боя Субтитры сделал DimaTorzok Ну и осталось совсем чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok Да еще и критомет Молодец Ну вот и все Вы спасли меня Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Похоже, что, говорит, это очень похоже Похоже, что это похоже на то, что происходило в деревушке Еще один студент Ну иди, собственно Свободно Спасибо за помощь, сэр Ай-яй-яй Как смел ты помешать моему великолепному плану Так, она остановила время Решила защитить Но тут ей помешали А, ты-то что тут делаешь? Ты должна выжить Ты еще не сыграл свою роль во всех событиях Предстоящих О, прости О, прости Похоже, я должен тебя оставить Теперь По-моему, это первый раз, когда я вижу, что ты платишь И эти слезы для меня И хоть это и грустно, но я счастлив Спасибо, ребенок Грустно, однако Так, здесь жил твой отец О, ты все еще плачешь? Ну, даже если моей силы по перемотке времени было недостаточно для того, чтобы его спасти, значит, это судьба Нет, это не судьба Успокойся Хоть Джеральд и погиб Судьба все равно остается судьбой Да, кстати говоря, отец-то ведь тебе что-то оставил Давай посмотрим О, это же дневник твоего отца Так, он, собственно, описал твое рождение тоже Так, вот, с этого места начинаю читать Луна конного лучника Год 1159 Двадцатое число Я не могу поверить, что она умерла Собственно, леди Рея сказала, что она умерла во время родов И благодаря ее смерти дитя выжило Но дитя не издает ни звука Двадцать пятый день Ребенок не плачет Вообще не плачет Лидеры говорят, что это нормально Но я не верю Что-то говорит Доктор поведал мне секрет Что у ребенка есть пульс, но и нет сердцебиения Я думаю, что я должен забрать ребенка и покинуть монастырь Я не знаю, что планирует леди Рея, но мне ее планы не нравятся И понятное дело, что я ничего не скажу леди Рея, когда соберусь уйти Я использовал пожар Подстроил пожар И, собственно, прикинулся, что ребенок погиб Я должен забрать ребенка и покинуть это место Этот ребенок должно быть ты О, кто-то приближается А, вот ты где Ой, даже поверить не могу, что капитан, что Джеральд, что его больше нет Я думаю, что ты должна знать, что я как бы всегда рядом Он был не слишком-то эмоциональным, но он всегда заботился о ближних Я клянусь защищать тебя ценой своей жизни, я всегда буду рядом Ладно, прошу прощения, не время сейчас для моих высокопарных речей Я пришел сказать, что леди Рея ждет тебя и хочет с тобой поговорить О, но я хотя бы не забрала одну вещь Я знаю сейчас, почему наши дни уничтожены Так, ну мы потом вернемся и почитаем еще эту книгу А что бы не забрать ее с собой Профессор, я тебя ждала Я прямо не нахожу себе места после того, как один из лучших доблестных рыцарей погиб Ведь Джеральд был мне другом многие годы Ну, она тут рассказывает о том, что Джеральду пришлось покинуть монастырь Потому что ты единственное, что осталось от женщины, которую он так любил Ну и в общем, Рея тут признается, что она как бы просекла замысел Джеральда По поводу подстроенного пожара, но не стала его останавливать Твоя мать, она была моей... не договорила Опять... опять прерывают на самом интересном месте Ладно, говорит профессор, мы договорим в следующий раз Ты пока постарайся взять себя в руки И пережить это горе понятненько Понятненько Грустно это однако